Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Родина Если скажут слово «Родина», сразу в памяти встает Старый дом, в саду Смородина, толстый топорю ворот, У реки березка скромница и ромашковый бугор, А другим, наверное, вспомнится свой родной московский двор, В лужах первые кораблики, над скакалкой топот ног И большой соседней фабрики громкий радостный гудок. Или степь от маков красная, золотая целина, Родина бывает разная, но у всех она одна. Предположите, о чём мы будем говорить на уроке? Конечно, мы будем говорить с вами о Родине. А как называется наша Родина? Правильно, Россия или Российская Федерация. Откройте учебник и прочитайте тему урока. Россия наша Родина Россия большая страна Посмотрите на карту Ни одно государство не имеет такой большой территории И такой длинной границы Границы России проходят и по суше, и по воде На свете много разных стран, но есть одна страна От белых льдов до тёплых рек раскинулась она Послушайте рассказ Константина Ушинского, который называется Россия Наше Отечество, наша Родина, Матушка Россия Отечество мы зовём Россию, потому что в ней жили испокон веку Отцы и деды наши Родиной мы зовём её, потому что в ней мы родились В ней говорят родным нам языком И всё в ней для нас родное А матерью, потому что она вскормила нас своим хлебом Вспоила своими водами Выучила своему языку Как мать защищает и бережёт нас от всяких врагов Много есть на свете и кроме России Всяких хороших государств и земель Но одна у человека родная мать Одна у него и Родина Какие другие имена есть у нашей страны? Отечество, Родина, Матушка С чего начинается Родина? Родина – это место, где человек родился и вырос Родина – это родной дом, где человек сделал первый шаг и произнёс первое слово Родина начинается с близких нам людей Мамы и папы, братьев и сестёр, бабушки и дедушки, родственников и друзей Каждый решает сам По-своему чувствует, где, из чего начинается для него Родина Для многих Родина берёт начало с отчего дома Отчий дом – это значит отцовский Это слово от того же корня, что и слово отечество Они близки по значению Отечество – земля наших отцов Отчий дом – дом нашего отца И каким бы ни был наш отчий дом, где бы он ни находился Он всегда будет нам дорог и близок Если человеку приходится покидать место, где он рос и жил Его постоянно туда тянет Он всё время вспоминает то, что запало в сердце С детства знакомые места – это наша малая Родина Наш родной край Откуда можно увидеть нашу Россию, как на глобусе? Из космоса Россия находится на материке Евразия Имеет морские сухопутные границы Граничит с 14 соседями Омывается 13 морями Для сравнения приведу такие примеры На нашей территории может поместиться Два таких материка, как Австралия И пять таких стран, как Индия Рассмотрите карту на странице 40-41 Какие города вы здесь можете назвать? Столица нашей Родины – город Москва Ростов-на-Дону Волгоград Екатеринбург Архангельск Санкт-Петербург Якутск Красноярск А наш Абакан Находится чуть ниже Красноярска По реке Енисей Вот где-то вот в этом месте, где я сейчас поставила свой указательный пальчик Ну или рядом Выполним задание в тетради С помощью учебника подпиши на карте России Название трех-четырех городов по своему выбору Примерно обозначь то место, где ты живешь Напиши его название Отгадай загадку Где находятся города без домов? Реки без воды, а леса без деревьев Что это такое? Это карта Представим себе, что на космическом корабле Мы летим высоко над землей и смотрим в иллюминатор Вот наша страна Мы видим великие просторы, реки, горы и леса На карте мы видим российские города, в которых уже побывали на прошлых уроках Отправимся-ка в путешествие из одного конца в другой конец нашей чудесной родины Если мы захотим из Краснодара попасть во Владивосток То лететь самолетом нам придется примерно 12 часов Целый день А из Калининграда в Петропавловск-Камчатский Лететь на 2 часа дольше На главном поезде страны России по маршруту Москва-Владивосток Мы будем ехать около 7 суток Целую неделю Россия – самая большая страна мира Россия – наше Отечество В ней до нас жили наши прадеды, деды, отцы У каждого из нас есть малая родина То место, где мы родились Но нашу малую родину Как одну крупицу среди множества таких же крупиц Вмещает в себя Россия Большая наша родина Одна на всех Как любое государство Наша страна имеет государственные символы Герб, флаг, гимн Эти символы выражают самые важные для всех россиян мысли о родине Говорят о том, что они ценят больше всего на свете Рассмотрим государственный герб России Мы видим двуглавого орла Он поднял вверх распущенные крылья и зорко смотрит в обе стороны Словно охраняет просторы громадной страны Орел увенчан тремя коронами Большой и двумя малыми Это символы независимости государства Правой лапой орел держит скипетр Левой державу Эти символы говорят о сильной государственной власти и единстве государства На груди орла в красном щите Серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне Это святой Георгий Победоносец Великий воин на защите страны Государственный флаг России Представляет собой полотнище из трех равных полос Верхняя полоса белого цвета Средняя синего Нижняя красного Белый цвет Это мир и чистота Синий цвет Вера и верность Красный цвет Это жизнь Сила Кровь воинов-защитников Пролитая за Родину Государственный гимн России Это величественная песнь во славу нашей Родины Слава гимна написал поэт Сергей Владимирович Михалков Музыка композитора Александра Васильевича Александрова Гимн звучит в самые торжественные минуты жизни страны И слушают его стоя Россия 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 Любимая наша страна Послушай гимн нашей страны В этих первых строках гимна Наша Родина названа Священной Святой Так люди называют только самое для них дорогое Заветное Любимое Пословица говорит Одна у человека мать родная Одна у него и Родина Свято чувство любви к матери Свято чувство любви к Родине Работа с учебником Страница 42 Сможешь ли ты спеть строки из гимна нашей страны? Гимн нашей страны написал Сергей Владимирович Михалков На 42 странице у вас есть отрывок из гимна Задание Выучите гимн Российской Федерации И сейчас мы с вами подведем итог урока Как называется наша страна? Наша страна называется Российская Федерация Назовите основные символы нашего государства Ответьте на вопрос Какое задание вам понравилось больше всего? Что вызвало затруднения? Оцените свои достижения на уроке И не забудьте выучить гимн Российской Федерации С вами вместо репетитора была Елена Викторовна Подписывайтесь на мой канал Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить очередное занятие Делитесь этим роликом в социальных сетях и родительских группах Пишите комментарии Задавайте вопросы Ставьте лайки А с вами я сегодня прощаюсь Всего вам самого доброго, друзья! До новых встреч! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok